Начнем с того, о чем сегодня без преувеличения говорит весь мир. Олегу Сенцову, 42 года и сегодня же 61 день его голодовки. Акции в поддержку Олега состоялись и в Украине, и в других странах. Самое массовое в Киеве, на Майдане. Сейчас там находится наш корреспондент Алексей Пшемыский. Давайте у него узнаем, с каким настроением собрались люди и продолжается ли акция до сих пор. Алексей, приветствую. Что сейчас происходит на Майдане? Прошу. Алексей, добрый вечер. Акция на Майдане, здесь в центре столицы, в поддержку Олега Сенцова, началась чуть больше часа тому назад. И вот буквально несколько минут тому назад практически все люди, кто принимал в ней участие, пошли большой колонной в сопровождении полиции к посольству Франции, здесь неподалеку, чтобы, видимо, больше повлиять на позицию Эммануэля Макрона в его возможных переговорах с Путиным по поводу освобождения украинского политзаключенного. Скажу, что людей здесь было достаточно много. Здесь также была сестра Олега Сенцова, Наталья, и родственники других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России. Ну, конечно же, все здесь надеются услышать какие-либо хорошие новости касательно возможного освобождения Олега. Ну и скажу, что такие надежды небезосновательны. Сегодня известный журналист Сергей Лойко на своей странице в сети Facebook написал о том, что по его информации Олега Сенцова могут освободить уже в ближайшие дни. Якобы по источникам журналиста это может произойти накануне встречи Путина и Трампа, которая, напомню, должна состояться уже в этот понедельник в Хельсинки. А скажу, что сегодня также мама Олега Сенцова, Людмила, сообщила журналистам о том, что еще 22 июня она направила российским властям прошение о помиловании Олега. И вот эти ее слова прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что прошение обязательно рассмотрят, однако добавил, что в Кремле его якобы до сих пор не получили. Ну и скажу, что сегодня вот впервые за последние два года появилось видео с Олегом. Эти кадры были сняты в колонии, где он находится. Находится еще в конце мая на 18-й день его бессрочной голодовки. Напомню, что Олега Сенцова незаконно в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима по явно надуманным обвинениям в якобы подготовке теракта в Крыму. Сейчас он находится в колонии Лабытнанги в Заполярье. И вот сегодня 61-й день его бессрочной голодовки, которую украинский режиссер объявил с требованием к российским властям освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России. Ну и добавлю, что вот участники акции обещают после посольства Франции вновь вернуться на Майдан и здесь продолжить эту акцию в поддержку Олега. Алексей. Спасибо за эти новости, коллега. Алексей Пшемыцкий был на связи со студией подробностей недели. О судьбе украинских заложников говорили на этой неделе и в Европе. На переговорах с участием президента Петра Порошенко. Например, в интервью одному из французских телеканалов президент Украины сказал, что Эммануэль Макрон обязательно поднимет этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Также хорошо проинформированы об украинцах, которых удерживают в России и на оккупированных территориях, и другие главы государств, встречи с которыми провел Петр Порошенко. Редактор субтитров А.Семкин